Рамадан на канале Али-Атисам. 1445 года по хиджри. Дорогие мусульмане, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вот уже 1 третий час нашего Рамадана закончился. Эти дни прошли тех людей, которые продолжают грешить, и тех людей, кто поклоняются. Но в судный день увидим, кто является преуспевшим. Преуспевшие те, которые в этом дуне слушаются Аллаха и делают то, что Аллах и его посланники им говорят и с них требуют. А те, которые грешат, сладость этого греха пройдет, но наказание остается. Дорогие мусульмане, нет в этом дуне человека, который не грешит. От грехов даже праведные люди не спасутся. Ну, их мало грехов, но все равно есть. Если бы Аллах, субханаху ата'аля, каждого грешника уничтожал бы на земле, на земле не остался бы ни одного человека. Аллах в Коране говорит Если бы Аллах, субханаху ата'аля, наказывал бы людей за их притеснение, ни одно ходящее существо не осталось бы на земле. Человек ошибающий. И Аллах, субханаху ата'аля, предписал ему грехи от своей мудрости. Рок, саллиллаху алейху асалам, сказал Клянусь тем, в чьих руках находится моя душа. Если бы вы не грешили, Аллах бы, говорит, убрал вас и привыкли тех людей, которые грешат. Потом просят они Аллаха, субханаху ата'аля, прощения, и Аллах простит их. Аллах, субханаху ата'аля, открыл ворота покаяния. И Аллах, субханаху ата'аля, обещал, что покаяние примет Аллах, субханаху ата'аля, какие бы большие грехи не были. Аллах в Коране говорит Тот, кто сделает греховное, или же притеснил себя грехами, потом просил прощения у Аллаха, субханаху ата'аля, этот человек найдет Аллаха, субханаху ата'аля, прощающим, милостивым. Аллах, субханаху ата'аля, запретил нам, что мы отчаивались в милости Аллаха, и также отчаивались в прощении грехов. Аллах, субханаху ата'аля, простит грехи, какие бы большие наши грехи не были. Аллах в Коране говорит Ты скажи о Мухаммад, субханаху ата'аля, Поистине, Аллах, прощающие грехи, все грехи, прощающие Аллах, субханаху ата'аля, поистине, Аллах является прощающим и милостивым. Вернитесь к Аллаху, субханаху ата'аля, покающимся, и повинуйтесь Аллаху, субханаху ата'аля, пока не придет день к вам наказания, потом вы не найдете себе помощника. Для покаяния есть много достоинства. Достоинства покаяния очень много. Из этих достоинств, поистине, Туба является, что человек бывает счастливым и преуспевшим тот человек, который кается. Аллах в Коране говорит Покайтесь и вернитесь к Аллаху, субханаху ата'аля, с покаянием, все, о верующие. О, верующие, вернитесь к Аллаху, субханаху ата'аля, с покаянием. Что будет? Быть может, вы будете преуспевшим. Искреннее покаяние, причина, чтобы Аллах, субханаху ата'аля, простил твои грехи. Аллах в Коране говорит О, верующие, покаяйтесь и вернитесь к Аллаху, субханаху ата'аля, покаяйтесь, искренним покаянием. Быть может, Аллах, субханаху ата'аля, простит вам ваши грехи и будет вести вас в рай, такой рай, который течет под ним, реки. Аллах, субханаху ата'аля, когда говорит в Коране, быть может, это точно, что это случится. В Коране, когда обещает, быть может, вы преуспеете, быть может, вы войдете в рай, это означает, что 100% вы преуспеете и 100% что вы войдете в рай. Это такое толкование этих аятов, которые Аллах говорит, быть может, вы преуспеете, быть может, вы войдете в рай, быть может, Аллах, субханаху ата'аля вас простит. Это все означает, что Аллах простит и войдете в рай и преуспеете. Если выполнить те условия, которые Аллах, субханаху ата'аля вам говорит. искреннее покаяние, что делает? Даже плохие твое деяние превращает их на хорошее. Аллах в Коране говорит Кроме тех, кто покаялись и уверовали, и делали хорошие деяния, что будет им? Их, Аллах превращает плохие деяния на хороших, поистине Аллах является прощающим и милостивым. Тауба — причина, чтобы вас Аллах наделил прекрасными благами. И Аллах не спасла вам дождь. И Аллах вам дал силу. И Аллах вам дал имущество и детей. Аллах в Коране говорит «Ва анисти агфиру раббакум тумма тубу илейх». Просите прощения Аллаха Субхану потом вернитесь к Аллаху с покаянием. Аллах наделит вам прекрасные благи до определенного срока. Прекрасными благами наделит вас Аллах Субхану «Ва анисти агфиру каждому кто хороший делает это Деяние тоже Аллах даст ему». В другом аяте Аллах говорит на языке Худ пророк Худ своему народу говорит «Ва аякаум истагфиру раббакум тумма тубу илейх». О мой народ Просите прощения у вас и у Господа тумма тубу илейх». Потом вернитесь к Аллаху с покаянием что будет? «Юрсили ссама алейкум мидрара». Аллах Субхану отправит вам небеса с дождями и увеличит вашу силу к вашим силам. То, что есть силу еще приумножит Аллах Субхану ва Та'ала «Валя татавалла мужримин» «Не отвращивайтесь будучи грешными». В другом аяте Аллах Субхану ва Та'ала говорит на языке Нух алейхиссалам. Нух алейхиссалам в своем народе говорит «Факулту стагфиру раббакум иннаху кана гафара». Я сказал говорит Нух алейхиссалам «Просите прощения вашего Господа». Поистине Аллах является прощающим грехи. Что будет? «Юрсили ссама алейкум мидрара». Аллах Субхану ва Та'ала вам не спошлет обильный дождь. «Ва имдиткум». Еще Аллах Субхану ва Та'ала даст увеличивать ваши амваль имущество. «Вабанин дети сыновья». «Ва яжал лакум жаннатин ва яжал лакум анхар». Аллах Субхану вам сделает сады и сделает для вас реки Аллах Субхану ва Та'ала вот эти польза и причины отпрощения грехов Аллах Субхану ва Та'ала. Аллах Субхану ва Та'ала любит покаяние и любит покающихся. Аллах в Коране говорит «Инна Аллаха юхибб таввабин ва юхибб мутатахирин». Поистине Аллах любит покающихся и Аллах Субхану любит очищающихся. любит не только грешник когда кается Аллах Субхану ва Та'ала любит этого человека. Аллах Субхану ва Та'ала радуется и довольствует покаянием кающего человека. Смотрите это хадис. Вы представьте какой радость Аллаха Субхану ва Та'ала. Аллах говорит «Боль и радость не говорит Пророк когда его раб кается его верующий раб когда кается чем человек который был в пустыне и с ним место у него было верховое животное и на этом животном было еда и питье. Он лег заснул проснулся ва Калдах вот это его животное ушло. Верховое ушло это животное искал и не нашел и уже жажда тоже настала нету ни кушать ни пить потом сказал вернусь в то место где я был пошел в том же месте где он спал буду спать пока не умру. Это положение представляете человек уже лег умереть и поставил ногу руку голову и руку тоже и умереть готов человек проснулся рядом стоит его животное которое потерялся и там его еда и питье и питье Аллах ждет тебя что ты покаялся и не только ждет что тебя простит еще радуется твое покаяние и простит твои грехи и даже искренне если покаешься твое плохое деяние превращает на хорошее Аллах вернись к Аллаху тот человек который грешил до сих пор делал харамные зина прелюбедеяние стихр и другое оставь это все греховное покайся вернись к Аллаху субханах о та сестра которая до сих пор не покаялась не покрилась покройся даже если покрилась накрашиваешь и уходишь на улицу или же облегаешь одежду одеваешь хоть она покрытая но как это говорит хадисы одеты на ноги все тело показываешь на виду покройся должным образом как требует с тебя севышний в Аллахе от этого деяния Аллах радуется чем этот человек который я сказал когда он нашел свою верблюдицу о братья мусульмане такой милостивый Аллах прощающий и ждет от вас пока его не покаять неужели не стыдитесь перед Аллахом субханах еще дальше грешит мы все грешим не грешим который не делающий грехов нет в этом дуне но постоянствовать в этом грехе не печалиться за то что грешил не сожалеть об этом это является большая беда это некоторые достоинства тобок не все даже достоинства которые я сейчас перечислил это все получится если искренне покаешься искренне покаяние это означает чтобы ты все грехи оставил то что делаешь грех оставил и искренне покаяться и сожалеть сердцем и просить прощение языком и своими частицами тела оставить эти грехи и ненавидеть этот грех и искренне намерение делать что больше я к этому греху не вернусь таким образом если покаешься Аллах субханаху вата'аля простит твои грехи какие бы они большие не были если даже эти грехи будут между землей и небом наполнены такой обильный грех и будет Аллах прощает тебе твои грехи для покаяния свои условия первое оставить грех второе сожалеть о сделанном третье делать сильное намерение больше не вернусь к этим грехам если этот грех между тобой и рабом четвертый здесь чтобы ты если кому-то кого-то притеснил просить у него прощение если кого-то украл это вернут если не можешь вернуть и не знаешь хозяину кого-то украл сколько украл если знаешь это за него садака сделаешь за этого человека отдашь садака если не знаешь ни его ни его родственников за него садака сделаешь или же за кого-то гиба сделал за кого-то злословил тогда если знаешь если ты скажешь ему я за тебя гиба сделал прости меня если он простит и не будет этого вреда пойдешь попросишь если думаешь если я сейчас ему скажу, он наоборот на меня будет злиться, еще хуже сделает, тогда прости Аллах, субхану Таалла, прощение для себя и делай для него. За кого-то греба делай, для него дуа делай. Иншаллах, Аллах простит тебе твой грех. Братья мусульмане, послушайте этот хадис. Пророк, салли Аллаху, алейкум, говорит, если на кого-то из вас есть притеснение для своего брата, если какой-то своего брата и притеснил за его, честь, наговорил на него, что он сделал, или на ее мать, или на ее сестру что-то сказал. Сегодня попросите прощения у него, пока не будет тот день, который не поможет вам динар, вала дирхам. Это не поможет, сегодня не будет золото и сыр отдать, чтобы он прощение простил. Если, говорит, у тебя есть хорошее деяние, от этого будет, брат, сколько ты притеснил оттуда, возьмет и накинет, отдаст этому человеку, который ты притеснил. Если у тебя нет хорошее деяние, отдать ему, его плохие деяния берут и на тебя прикинут. Также, если, о мусульмане, если кто-то тебе прошел, если кто-то тебе подошел, или ты знаешь, что противогиба сделал, если ради Аллаха простишь, это больше тебе вознаграждение, чем не простит, оставит это на судный день. Если прошел, пришел брат, говорит, о, брат, я так-так либо сделал, я не был неправ, прости меня. Если это простишь, это тебе больше вознаграждение, и ты получишь любовь от Аллаха, Субхану Хуа Та'аля, Аллах в Куране говорит, «Вальказимин алғайл» Те, которые сдерживают свой гнев, второе условие, «Валь афина анни нас», а которые, те, которые прощают людей, которые тебе прощают, что будет? «Валлаху юхиббул мухсенин» Аллах любит людей, которые творят добро. Вот это добро, прощающий, если людей будешь простить, и будешь сдерживать свой гнев, Аллах Субхану Хуа Та'аля тебя полюбит. В другом аяте говорит Аллах, «Валь я афу, валь я сфаху», «Пусть прощают», говорит, и полностью очищают от тебя, «Я тебя простил, и ничего от тебя не прошу». Пусть прощают, говорит, «Не любите ли вы, чтобы Аллах Субхану Хуа Та'аля вас простил? Если ты прощаешь людей, Аллах будет тебя простить. «Валлаху гафурум рахим» поистине Аллах, прощающий и милостивый». Имаму Шафии говорит, «Рахиму Аллах, манестур дия фалам ярдафа ваш шайтан». Кто-то с него требует, что он был доволен, «Прости меня, произошел тебя, извини, прости». После этого, если не прощаешь, говорит, это является шайтаном, говорит, Имаму Шафии, «Рахиму Аллах, о Аллах, мы возвращаемся к тебе, мы просим тебе прощения, прости же наши грехи, о Аллах, мы просим прощения о всех наших грехах, открытые, явные и скрытые. О Аллах, мы просим прощения от наших всех грехов, которые ты знаешь. О Аллах, прости наши грехи, сделай нас из теми людьми, которые ты освобождаешь от огня ада этот Рамадан. О Аллах, прости наши грехи и помоги нашим братьям в Газе, в Шаме, в Туркестане, уйгурам и остальным всем нашим братьям-мусульманам, унитенным, которые находятся в тюрьмах этих тагутов. О Аллах, освободи наши земли от этих врагов ислама и мусульман. Амин, 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 Амин. Велхамдуллях Раббилайламен.